6 сентября 1976 года на Дальнем Востоке произошло ЧП. Старший лейтенант Виктор Беленко вылетел на новом МиГ-25 для выполнения полетного упражнения, однако вскоре исчез с радаров. Некоторое время казалось, что летчик не справился с управлением и упал в море, но уже через час разразился международный скандал. Оказалось, что Беленко благополучно приземлился в Японии и попросил политического убежища в США. В этом выпуске How It Was мы расскажем об одном из самых громких побегов из СССР. Вы узнаете, что подвигло примерного семьянина и образцового офицера Виктора Беленко навсегда покинуть свою страну, как ему удалось обойти советские и японские радары, почему после возвращения МиГ в СССР от Японии потребовали компенсацию в размере 11 миллионов долларов и как сложилась жизнь беглеца в США. 1976 год. Советский Союз. Золотые годы Брежневского застоя. Самое вкусное мороженое и колбаса по 2-20. Жители СССР убеждены, или по крайней мере их активно убеждают, что им повезло родиться в самой прекрасной стране мира. Конечно, несмотря на пропаганду, побеги из СССР иногда случались, но обычно бежали те, кто мог официально бывать за границей. Артисты, дипломаты, моряки и прочие морально нестойкие элементы. А вот военнослужащие считались политически благонадежными. Виктор Беленко был эталоном советского офицера, выходец из рабочего класса, серебряный медалист в школе, член коммунистической партии. До прихода в авиацию успел поработать на заводе, совмещая это с учебой, что добавляло баллов в служебных характеристиках. Немного поучился в Омском мединституте и, наконец, поступил в авиационное училище, по окончании которого был направлен на работу летчиком-инструктором. Через четыре года, в 1975 году, Беленко переводят на Дальний Восток, в 530-й истребительный полк войск противовоздушной обороны и доверяют управлять секретным истребителем. Самолет МиГ-25, на котором предстояло летать Беленко на новом месте службы, представлял собой 20-тонную машину, способную летать со скоростью около 3000 км в час и достигать 20-ти километровой высоты полета. Для сравнения, у американского F-15 Eagle, введенного в эксплуатацию в год побега, максимальная скорость составляла 2655 км в час, что давало МиГу заметное преимущество. Впрочем, американцы этого еще не знали. Они вообще ничего толком не знали про МиГ-25. Хотя в СССР его начали выпускать еще в 1969-м. А незнание порождало страх. Американские военные просто не представляли, на что способен советский истребитель. 6 сентября 1976 года с аэродрома «Соколовка» поднимается МиГ-25 с бортовым номером 31. За штурвалом сидит 29-летний Виктор Беленко. Это был обычный тренировочный полет. Уже завершая его, Беленко направил самолет на восток, к советско-японской границе. Он резко снизился, что позволило ему избежать обнаружения радарами. Чтобы еще больше ввести в заблуждение советскую сторону, он включил кнопку, подающую сигналы бедствия, а через минуту выключил ее вместе с радиосвязью и всей электроникой. Это создавало впечатление крушения. Примерно через полчаса после вылета, около часу 22 дня, советский пилот вошел в японское воздушное пространство, патрулируемое американскими фантомами. Беленко надеялся на их появление. Хотел, чтобы те принудили его к посадке. Однако этого почему-то не происходило. Тем временем, японская сторона тщетно пыталась установить контакт с нарушителем, а поднятые в небо истребители были в шаге от обнаружения Мига. Но тот вдруг пропал с радаров из-за изменчивой погоды. Ситуация становилась критической. Топливо оставалось на четверть часа полета. А по очертаниям показавшегося берега стало ясно, что аэропорт Хитозе, на который Беленко рассчитывал сесть, находится дальше, чем он предполагал. Других мест для приземления он просто не знал. Перед летчиком-беглецом открывалась неизвестность. Конечно, можно было катапультироваться, но Беленко понимал, что тогда он не будет представлять большого интереса для западных стран. Совсем другое дело, если он передаст им в целости секретную машину. Беленко повезло. Уходя от непроглядных облаков и снизившись до 250 метров, он вдруг увидел летное поле. Это был гражданский аэропорт Хакодате. Времени размышлять не было. Стрелка указателя расхода топлива уже стала на ноль. При посадке МИГ едва разминулся с только что взлетевшим пассажирским Боингом. Спасло мастерство пилота, но из-за этого приземление оказалось опасным с пикированием под острым углом на скорости 360 км в час. Через несколько мгновений, сбив телеграфный столб и пробороздив около 300 метров за пределами посадочной полосы, советский МИГ со стертыми покрышками наконец приземлился в Японии. Горючего в нем оставалось буквально на 30 секунд полета. Пилот вышел из кабины и двумя предупредительными выстрелами в воздух отогнал небольшую толпу любопытствующих с фотоаппаратами. Подоспевшим представителем аэропорта советский офицер сразу озвучил просьбу о политическом убежище в США. Уже к вечеру разгорелся международный скандал. Советская сторона обвинила японцев в похищении и насильственном удержании своего пилота. Она потребовала немедленно выдать Беленко вместе с самолетом. Чтобы показать серьезность намерений СССР, советские истребители стали активно облетать японское побережье. Сами же японцы в первые дни боялись даже близко подходить к угнанному мигу, опасаясь, что у советов сдадут нервы и они уничтожат сверхсекретный самолет. Однако высшее руководство СССР понимало, что такой шаг означал бы начало войны. Вместо этого было решено на полную включить пропаганду и дипломатическое давление. Японцы обеспечили неожиданному гостю комфортный быт и уверили его, что выдачи не будет. Однако высказали пожелание о встрече советского пилота с представителями посольства СССР, чтобы продемонстрировать, что он находится здесь по своей воле. Начавшему мягко стелить работнику КГБ, Беленко отрезал, что прилетел в Японию добровольно и политического убежища в США запросил также по своему желанию. Тогда ГБшник заговорил по-другому, назвал летчика предателем и заявил «Рано или поздно мы тебя вернем». Уже на следующий день после побега президент США Джеральд Форд личным решением предоставил Виктору Беленко политическое убежище. 1 октября 1976 года министр иностранных дел СССР Андрей Громыко на встрече с Фордом в овальном кабинете негодующе поднял вопрос репатриации советского летчика, назвав его не только предателем, но и уголовником. Однако ответ президента был однозначен. Человек, запросивший убежище, получил его. И теперь это дело касается только правительства США. Забавно, что в Советском Союзе эта история подавалась совсем по-другому. Беленко был, пожалуй, единственным сбежавшим из СССР, о котором советская пропаганда и слова плохого не говорила, по крайней мере, в первое время. Когда на Запад сбегал артист балета или спортсмен, его клеймили несознательным элементом, который соблазнился гнилым Западом. Но когда сбежал военный летчик, член КПСС, образцовый офицер, никогда не бывавший за рубежом, это могло вызвать у остающихся вопрос, так ли уж хорош советский строй, если от него бегут даже самые проверенные кадры. Поэтому советские газеты и ТАСС называли Беленко патриотом и настоящим человеком, его посадку вынужденной, а предположение, что его полет был побегом, лживыми. В конце сентября в Москве даже организовали пресс-конференцию, на которой жена, накануне побега грозившая Беленко разводом, и мать-перебежчика, не видевшая его с двухлетнего возраста. Роняли слезы и призывали его вернуться, поочередно нахваливая сына и мужа. Впрочем, безуспешно. А что же с самолетом? Американцы хотели, чтобы он был доставлен в США для детального изучения. Но Япония, ощущая бешеное давление со стороны СССР, советский флот к тому времени жестко заблокировал и иногда даже захватывал японские рыболовецкие суда, просила дать возможность советам сохранить лицо. А именно оставить самолет на территории Японии, допустить к нему американских специалистов и после отдать советской стороне. Так и было сделано. Сверхсекретный МИГ разобрали до последней гайки. Подробное изучение самолета развеяло многие страхи американцев. Они поняли, что МИГ не суперистребитель, а не слишком маневренная машина, к тому же не способная перехватить их сверхзвуковой разведчик Lockheed SR-71 Blackbird. В ноябре 76 года по-прежнему разобранный МИГ передали представителям СССР в деревянных ящиках с условием, чтобы претензии насчет некомплекта или повреждений были выставлены в течение суток. Расчет был на то, что никто за это время не успеет снова собрать целый самолет и компенсации не будет. Но к чести советских инженеров они справились. И СССР выставил счет на 7,7 миллиона советских инвалютных рублей. Около 28 миллионов современных долларов. Впрочем, насколько известно, денег Советы так и не дождались. В Союзе угнанный МИГ больше не летал. Его отправили в одно из летных училищ в качестве учебного пособия. Остается вопрос, почему Беленко совершил побег. Казалось бы, у 29-летнего офицера было все, что в Советском Союзе считалось счастьем. Удачная карьера, зарплата в 300 рублей, тогда как среднестатистический ученый получал 130. Молодая жена и трехлетний сын в перспективе, ранний выход в отставку и повышенная пенсия. Что не устраивало Виктора Беленко? Почему он не только сбежал сам, но и предоставил потенциальным врагам самолет? Ответ на это Беленко давал в многочисленных интервью. Еще ребенком он заметил, как разительно отличается реальная жизнь, от той, которую воспевали радио и газеты. Почему, если колхозники рапортуют о досрочном выполнении плана, люди стоят в очередях за хлебом? Почему по пять дней не бывает молока? В СССР говорили, хочешь молока, включи радио. Как получилось, что отец народов Сталин, смерть которого еще недавно оплакивали, через несколько лет оказался тираном и убийцей? В летном училище и на последующей инструкторской работе эти сомнения только усиливались. Однажды, рассказывая о преследовании чернокожей активистки Анжелы Дэвис, замполит упомянул, что Дэвис состоит в Компартии США. И Беленко осенило. То есть в Америке просоветская партия действует легально. Так у кого же тогда настоящая демократия? Демократичность советского режима он однажды ощутил на себе. В 1975 году из-за рабочего спора с начальником летной школы генерал-майором Голодниковым Беленко бросили в психушку. Достаточно было слова разгневанного генерала. Все это накладывалось на чисто бытовые неурядицы. Летом 1976 года жена Беленко Людмила, и до этого грозившая разводом, объявила, что в октябре уедет к родителям вместе с сыном и не особо желает видеть мужа. Близких родственников у Виктора почти не было. Мать оставила его в двухлетнем возрасте, отец, создав новую семью, постепенно отдалялся. Они не виделись с конца 1960-х. По совокупности этих обстоятельств Беленко и решился. Оправдались ли ожидания Беленко от западного мира? Вполне, тем более, что в США ему был устроен более чем теплый прием. Представленные кураторы постепенно знакомили его с жизнью в Америке. Поначалу он не мог поверить, что в любом супермаркете всегда есть свежие овощи и фрукты, множество сортов алкоголя и никаких очередей. Купив однажды мясные консервы и пожарив их на ужин, позже он узнал, что съел кошачий корм. И отметил, что корм для животных в США вкуснее, чем консервы для обычных людей в СССР. Беленко устроился на работу консультантом ВВС США. В 1980-м получил американское гражданство, какое-то время преподавал в военной академии, затем занялся бизнесом. Был женат, стал отцом двоих сыновей. Бывшая родина не простила ему такой пощечины и заочно приговорила к расстрелу. После распада СССР Беленко даже приезжал в Россию, однако попыток увидеть оставленную здесь семью не предпринимал. И, наконец, что с ним сегодня? По этому поводу данные разнятся. Одни источники утверждают, что Беленко еще в 2006 году скончался от инфаркта, будучи безработным и всеми брошенным. Согласно другим, он развелся, но все еще жив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова